Парни не из тех, кто расслабляются, когда соревнования уже позади. Ведь впереди ещё более важные, и соперники на них более сильные. А потому всё свободное время боксёры проводят в спортзале, чтобы и дальше оттачивать технику и исправлять ошибки. Цель была хотя бы зацепиться за призовое место, потому что первый старт в этой возрастной группе. В общем, взрослые ребята уже приехало. Очень много было финалистов, призёров, победителей мира. То есть все отбираются на эти соревнования. То есть по ходу соревнований мы смотрим, один бой прошли, второй, третий. Естественно, аппетит во время еды приходит. А что бы они выиграть, попробовать. Роман Беширов выступал в новой для себя весовой категории до 75 килограммов. К тому же соперники были не в пример прежним. Мастера спорта, КМС, чемпионы и призёры России, Европы и мира. Четыре дня в поезде и сразу на ринг. В первом бою Роман с трудом одолел спортсмена из Хакасии. Затем ему покорился боксёр из Татарстана. В третьем поединке Роману противостоял финалист первенства России и Европы из Самары. Тяжёлый бой. Уссуриц свёл таки к победе. Ну а в финале соперник попался самый сложный, к тому же местный. Его надо было побеждать более чем убедительно. И только в третьем раунде Роману Беширову удалось переломить ход боя на свою сторону. Заслуженная победа. Благодаря ей Роман получил путёвку на Кубок России, который пройдёт в середине декабря в Ульяновской области в городе Димитровграде. Я не ожидал честно от себя, что я выиграл этот турнир. Это были мои первые соревнования по юниорам. И вес, вес я первый раз боксировал. После первого боя появилась, ну, более какая-то уверенность уже. Я почувствовал то, что смогу выиграть турнир. После соревнования был очень доволен собой. Артур Филимонюк выступал в весе до 81 килограмма. До этого три раза он становился чемпионом Дальнего Востока. Свой первый бой Артур выиграл у спортсмена из Красноярска. Затем он одолел боксёра из Бурятии. Но вот в полуфинале, к сожалению, уссурийский спортсмен уступил парню из Хакасии. В итоге бронзовая медаль первенства. У нас бокс чуть-чуть не такой, как на Западе. Понимаешь, что не хватает, мало чего-то. Скорее всего, я где-то ступился. Не получилось, плохо настроился. Было какое-то сильно чрезмерное спокойствие. Не было такого боевого настроения. Что может быть ещё сказано, это с временем, то, что разница во времени. Из-за этого, скорее всего. С 22 по 25 ноября в зале бокса ДК «Чумака» состоится открытый краевой турнир, посвящённый памяти уссурийского тренера Алексея Горбачёва. На него приедут сильнейшие боксёры Приморья и Дальнего Востока.